В частном секторе московского района столицы прошел профилактический рейд. Сотрудники МЧС проверили электропроводку в домах, печные сооружения и газовое оборудование. Специалисты оценили состояние подъездных путей, наличие пожарных гидрантов. Подробности в нашем сюжете. Вот так не всегда доброжелательно встречают активистов добровольного пожарного общества и сотрудников МЧС. И все же каждая листовка была доставлена по адресу. В администрации города Чебоксары с Нового года подготовлены памятки для населения, которые мы каждый четверг раздаем населению частного сектора. У них отмечено правило безопасности при эксплуатации отопительных печей, правило устройства печей, правило пользования газовым оборудованием, профилактика с детьми. Казалось бы, простая инструкция, но порой следование ей помогает избежать больших трагедий. Хозяева, которые находились в момент рейда дома, узнали состояние дымового оборудования. Сотрудники делегации проверили все – электропроводку, печные сооружения, газовые котлы. При бомбарном анимометре проверяется кратность воздухообмена в дымоходах и вентиляционных каналах. Вот здесь дымоход исправен, тяга имеется, но надо, конечно, все почистить, решетку снять, все помыть, для того, чтобы было безопасно. С начала 2019 года в московском районе столицы произошло 27 пожаров, материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей. Чтобы избежать возгорания, хозяевам частных домов достаточно выполнять определенные рекомендации. В первую очередь хозяину частного дома нужно обратить внимание на электрооборудование, также эксплуатацию печного отопления. Это не лишним будет иметь в своем частном доме первичные средства пожаротушения. Это относится в первую очередь к огнетушителям, большинство это использует порошковые огнетушители. В летнее время должна быть обязательная емкость с водой. Выбор адреса рейда – овраг юго-западного района столицы – не случайный. Особенность этого частного сектора – плотная застройка. В случае возникновения пожара огонь легко перекинется на рядом стоящее здание. Поэтому в ходе рейда оценку получили и подъездные пути к домам. Видно, что дома деревянные. Подъездные пути у нас, дороги, значит, узкие. Отсутствие разворотных площадок. Это, значит, способствует увеличению времени, как прибытие пожарных подразделений к месту тушения пожара. Видно, что здесь пожарных гидрантов, как вблизи, не расположено. С начала 2019 года сотрудники МЧС обошли 17 улиц в московском частном секторе столицы. Эта работа будет продолжаться.